Памятники бременским музыкантам Набережная и такая красота. Настолько красиво. Гранит чистый. Специально пришла посмотреть. Настолько красиво. Я очень довольна. Мы не знали, где он появится, когда увидели, что что-то делает. Нормально. Тем, кто дружен, не страшны тревоги. Напомню, что памятник перенесли с площади ДК 1 мая, где он стоял до этого, чтобы там теперь разместить стелу Красноярск-город трудовой доблести. Хотели поставить этот памятник в другом районе, возле музыкального театра, но жители отвоевали его, потому что они хотели, чтобы бременские музыканты остались с ними. Теперь они обрели свое место, территорию вокруг благоустроят. Это улица Спондаряна и все красноярцы, которые пользуются ею, сейчас испытывают настоящие моральные страдания. Потому что улица, которая много лет не видела капитального ремонта, только год простояла с новым асфальтом, новыми бордюрами, а сейчас здесь меняют трубы. Ремонт это, конечно, замечательно. Новые трубы это тоже хорошо. Это гарантия того, что у нас не будет порыва, будет вода. Но все-таки неужели нельзя сначала трубы, а потом асфальт недоумевает жители. Хотя, впрочем, не удивляются. Мы же в России живем. Если дорогу поменялись, значит будут копать. Ходим каждый день. Ломают, строят, строят, ломают, как всегда. Улица сейчас одновременно и разворот в Покровку. И сюда заезжают даже большие автобусы и вот такие маленькие. Во время ремонта Спондаряна как раз и презентовали как основной проезд, один из основных проездов в Покровку. Мы еще спросили организацию, которая занимается здесь ремонтом, почему так вышло. И вот что они объясняют. У нас продолжается работа по замещению неэффективных котельных. Там большая группа частных котельных, 12 штук. Мы должны их заместить до конца этого года. Вот буквально вчера уже закрыли очередную неэффективную котельную, которая отапливала грузовое автотранспортное предприятие и ветеринарный комплекс. Работы там будут идти до конца года. Благоустройство будет восстановлено обязательно. Программа по отключению этих котельных была утверждена в 2020 году. То есть в прошлом, как раз на следующий год, после того, как здесь сделали ремонт. Словом, вот как получается, когда на одну территорию на разные цели берут деньги из разных кубышек. Коллеги, вам слово. Нововведение для жителей мясокомбината. Это остановка Озеропарк. И с завтрашнего дня ее переносят на 100 метров ближе к центру города. Ну, очень неудобно. Неудобно? Конечно, мы идем оттуда, сдалека, и еще дальше. Вам вот ходить куда удобнее? Сюда? Привычно. Конечно, не всем пассажирам нравятся такие перемены. Кому-то ближе ходить на старое место. Но дело ведь не только в удобстве, а еще и в безопасности. Здесь будет, видимо, разворот, место для разворота. А остановку, видимо, вот чуть дальше. Там будет остановка. То есть здесь вы забирать пассажиров на месте разворота уже не будете? По-видимому, да. Ну, точной информацией мы еще не владеем. Но, видимо, будет так. На Калинино в этом году обновили асфальт и как раз сделали ограждение для безопасности. Новый остановочный павильон. Указатель здесь ходит 52-й автобус. И даже новые деревья, елочки. Так что вперед к светлому будущему. Это была дежурная группа новостей «Прима». Звоните нам по телефону 202-22-22. Продолжение следует...